Добрый день, новости на телеканале Югра в студии Екатерина Крепышева. В Югру приедут дети из Белгородской области. На своих страницах в соцсетях Наталья Комарова сообщила, что первая группа из 222 детей уже сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. По пути дети сделают остановку в Москве, где посетят выставку «Россия». Познакомятся со стендом нашего округа. В Югре для юных белгородцев подготовлены школы, кружки, секции, культурная и досуговая программы. По поручению губернатора организована смена в образовательном центре «Сибириус». Наталья Комарова отметила, что наш регион не первый раз принимает детей, живущих на территориях, которые обстреливаются Украиной. В сентябре 2022 года у нас гостили ребята из Горловки, поселка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Югра также ежегодно организует отдых детей из подшефной макеевки. Глава региона заверила, что в Югре будут созданы условия для каждого ребенка. А также она выразила уверенность, что нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей и проведут время активно и весело. В Югре выявят юных профессионалов в 65 компетенциях. Стартовал региональный этап чемпионата по мастерству «Профессионалы». Более полутысячи участников, студентов средних учебных заведений со всего округа покажут способности по направлениям своего обучения. Конкурс проходит на шести площадках Югры, в Сургуте, Советском, Когалыме, Хантамансийске. Нововведение этого года – присутствие на каждой компетенции индустриального эксперта. Это опытный человек, уже много лет занятый в данной сфере. Он не только следит за процессом выполнения заданий, но и готов принять на работу лучшего конкурсанта. Отмечу, что победители будут представлять Югру на всероссийском этапе конкурса «Профессионалы». Ребята приобретают здесь такие навыки, которые кто-то и проучаясь четыре года не может для себя получить. А здесь они получают очень широкий спектр навыков и умений. Поэтому я считаю, что для них результат будет очевиден. Даже если какого-то призового вдруг места не будет, понятно, что всего три призовых места, и кто-то пойдет первый, второй, третий и так далее. Но получить огромное количество навыков – это вот и каждого ждет в результате. Поступить в престижный вуз или колледж, получить востребованную специальность и работать в компании, стоявшей у истоков нефтедобычи в Югре – такую возможность дает выпускникам югорских школ «Мегионнефтьгаз». День рождения «Мегионской нефти» завтрашним абитуриентам и их родителям компания представила новую социальную программу «Место роста». Регина Гауфа продолжит. На что будущим выпускникам обращать внимание при выборе специальности? Почему так важно уже сейчас определить свои жизненные ценности и как они связаны с будущей профессией? Ответы на эти вопросы школьники «Мегионна» искали вместе с приглашенным экспертом из Петербургского госуниверситета. Второе, получается, место – материальное благополучие. Третье, самореализация. Одной из самых активных участниц тренинга стала Вероника Вшивкова. Папа будущей абитуриентки трудится в нефтегазовой сфере, и дочь планирует пойти по его стопам. Важно только определиться с приоритетами и профилем будущей работы. Возможность карьерного роста, саморазвития и возможность обучаться чему-то новому. Также хотелось бы иметь возможность общения с разными новыми людьми. Например, ездить на различные конференции и всякие профильные съезды. Все это может дать работа в «Мегионнефтегазе». Компания заинтересована в высококлассных специалистах, которые родились и выросли в «Мегионе». Поэтому помогает школьникам получить перспективную специальность, востребованную в родном городе. Важно начать задавать себе эти вопросы, потому что в течение жизни несколько раз придется проводить ревизию. И если начать делать уже в подростковом возрасте, каждый следующий выбор будет более осознанным. И ты сможешь, начиная принимать какие-то жизненные решения, сначала обратиться к себе и понять, а что для меня сейчас на данном этапе жизни ценно. Сделать осознанный выбор и состояться в профессии поможет социальная программа «Место роста». Это целевая подготовка кадров для «Мегионнефтегаза» в престижных образовательных учреждениях страны. В списке МГТУ имени Баумана, МИФИ, Высшая школа экономики, есть и средние специальные учебные заведения. Все затраты берет на себя компания. Во время учебы студентов ждет корпоративная стипендия, а после получения диплома – гарантированное трудоустройство. Мы ждем наших студентов, выпускников, для того, чтобы они стали уже частью «Мегионнефтегаза». Предоставляем им практику, рабочее место для того, чтобы они навыки свои отрабатывали в период практики. Ну и уже квалифицированными специалистами приходили к нам в «Мегионнефтегаз». Предприятию нужны инженеры и экономисты, представители рабочих профессий, операторы по добыче, электромонтеры и сварщики. «Мегионнефтегаз» может стать для них местом роста уже сейчас, обеспечив молодым специалистам быстрый старт в карьере и возможности для профессионального развития. Регина Галов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», «Мегион». Кубку мира нефтяных стран по боксу дан официальный старт. Накануне в Нижневартовске состоялось открытие 20-х международных соревнований, которые зародились в столице Самотлора. И они посвящены первооткрывателю нефтяных месторождений в Сибири Фарману Салманову. Нынешний юбилейный турнир собрал 165 спортсменов из 16 стран мира. Треть участников – женщины. Юг-группы представляют более 30 боксеров. Для них это хорошая возможность приобрести опыт международных соревнований, не уезжая из региона. Кубок нефтяных стран – один из четырех лучших международных турниров по боксу, которые проводятся в России. При выполнении всех требований – это быть финалистом чемпионата России и проведение здесь не менее трех боев. Количество стран должно соответствовать. Если все требования выполняются, то спорт международного класса России на эти соревнования присваивается. Это очень нужный турнир, который будет давать уверенность ребятам, чтобы они не отпускали руки и шли только вперед за новыми победами. Педагоги, учащиеся в Сургутской прогимназии, присоединились к общенациональной акции «Журавли». Учителя написали письма о поддержке родным и близким пострадавших. Ученики смастерили бумажных журавлей и цветы крокуса, которые закрепили на стены и окна классных комнат. Добавлю, что акция организована в памяти пострадавших в страшной трагедии, произошедшей 22 марта в Подмосковном Красногорске. В результате теракта в Крокус-Сити-Холе погибли более 130 человек. Я очень сильно переживаю за людей, которые в больнице, сейчас в тяжелой ситуации, могут кто-то в коме. У меня сама крестная чуть там не погибла. Мы делаем цветок надежды. Это такая надежда, чтобы все выжили, люди, которые там пострадали. «Журавль парит в небо. Летящая птица говорит о том, что эти птицы среди нас где-то поднялись высоко вверх, но они вместе с нами. Мы одна страна, и мы должны справиться вместе». Сегодня, 27 марта, свой профессиональный праздник отмечают врачи-нефрологи. Эти специалисты занимаются лечением и исследованием почек. В прошлом году нефрологическая служба Югры отпраздновала свое 30-летие. С 2014 года на территории автономного округа работают 4 территориальных нефрологических центра. Ежегодно в отделениях проходит стационарное лечение около 2000 пациентов. Сегодня заместительная почечная терапия проводится в 17 диализных центрах округа. Из них 7 являются государственными. 10 центров открыты в рамках частного государственного партнерства. По данным на конец прошлого года, этот вид терапии получают 684 человека. С 2015 года в Югре проводят операции по пересадке почек. За 8 лет окружные специалисты провели 67 трансплантаций. Всего же на учете в врачей состоит 128 пациентов, которым пересадили этот орган. Половина операции была выполнена в Югре. Еще 157 человек находятся в листе ожидания на пересадку. Участник Всемирного фестиваля молодежи из Колумбии 5 дней провел в ОКБ Хантамантийска в качестве пациента. И уберегся в суровых сибирских условиях от пневмонии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. И разместил ролик со словами благодарности югорским врачам. Я благодарен местным врачам, которые очень трепетно ко мне отнеслись. У вас отлично выстроена система здравоохранения. Я комфортно чувствовал себя, находясь в госпитале. Сейчас мне намного лучше. И я счастлив, что могу вернуться в Колумбию полностью здоровым. Напомним, 12 марта 49 иностранцев приехали в Югру познакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах по программе «Жить и работать в России». Участники региональной программы – эксперты в своих областях, прошедшие сложный отбор для участия в фестивале. Среди них граждане Аргентины, Бразилии, Индонезии, Ирана, Ливана, Филиппин, Японии и других стран. В Покачах продолжается выдача подарков викториной достижения Югры. Это электрочайники, ежедневники, сертификаты на покупки в маркетплейсе, на посещение спортивных объектов, билеты в кинотеатр, на концерты в детскую школу искусств. А еще покачевцы смогут бесплатно посетить фитнес-зал, салоны красоты, стоматологию, получить скидку в 10 тысяч рублей на путешествие. Некоторым семьям города особенно повезло. Папа, наш глава семейства, выиграл сертификат на посещение Урмана. Мама выиграла сертификат электронной озоны – 2000 рублей, я – на 3000. Так что мы счастливы, довольны. Место выдачи подарков в вашем населенном пункте можно уточнить на сайте викторины v2024.myopenyugra.ru во вкладке «Подарки». Организаторы напоминают, что получать подарки следует лично. Нужно предъявить паспорт, смс с кодом и смс о подарке. Если выиграл ребенок, он должен прийти с родителем. Выдача подарков продлится до 20 апреля. У меня на этом все о развитии событий в наших следующих выпусках. Далее на телеканале Югра прогноз погоды и коммерческая информация.